Итак, всем здрасте, товарищи Гамар Джоба Генацвали, и приветствую всех поклонников Хвича Кварацхелия, который вчера вечером показал свой класс, показал свои таланты и провел великолепный матч против Сосуола. В итоге Наполи добился победы со счетом 2-0, Кварацхелия забил первый гол, причем гол невероятно эффектный и, главное, эффективный, который вывел команду вперед, ну и в целом Хвича был очень хорош, несколько раз выводил партнеров на ударные позиции, так что по праву может считаться лучшим футболистом этой встречи. Давайте разберем его действия и попытаемся проанализировать, как здесь показал себя грузинский суперталант. Но сейчас важные новости. Мы всегда с пари. Эта компания абсолютно легальна, она нас поддерживает, и она делает просмотр спортивных событий еще ярче и интереснее. Пари работает на новой технологичной платформе и в сетке нашего легального партнера. Тут есть события по футболу, хоккею, баскетболу, боксу, да и вообще всем возможным видам спорта. И сегодня я присмотрел интересный вариант на кубковый матч Спартака и Локомотива. Очень неплохой коэффициент на красно-белых, с учетом того, что, по мнению многих, они здесь абсолютные фавориты. Пожалуй, рискну. Приложение Пари является современным и очень технологичным, и вы можете пройти на него по ссылочке в закрепленном комментарии и получить там фейбет на 1000 рублей. Главное, не забывайте пройти верификацию до конца, чтобы получить максимальный бонус. Итак, разумеется, Хович попал в стартовый состав, тут никто и не сомневался. Главный вопрос сейчас, кто играет третью скрипку в нападении, потому что первая и вторая, это, понятное дело, Кварацкели и Осимин. Великолепная атакующая связка левого крайнего и центрального нападающего. А кто будет действовать справа, вот это главный вопрос. Чаще всего в предыдущих встречах появлялся Лосано, но сейчас вот вышел Политано, другой, скажем так, атакующий игрок, один из самых опытных футболистов Наполи, который должен был на правой бровке создавать напряжение. Но в основном, в основном, создавал опасные моменты все-таки Ховича. И он в этом деле был чертовски хорош. Ну, разумеется, начнем с того, что он забил гол, который, в общем-то, и предрешил исход этой встречи. В текущем сезоне Сосуола немножко отказался от своего классического стиля игры. Если раньше эта команда любила много владеть мячом и считалась такой вот мини-Барселоной, то сейчас они немножко откатились в сторону более осторожного, наверное, футбола. Поэтому здесь было очень важно забить им гол и таким образом раскрыть этот матч. И гол был забит очень быстро, Кварацхелия здесь просто красавчик подкараулил, так скажем, оплошность Лопеса, разогнал с центра поля атаку до штрафной соперника. И здесь буквально расстрелял галкипера соперника. Потрясающий гол, сольный проход. Наверное, один из самых красивых мячей Кварацхелии за всю его карьеру. И поэтому, что очень важно, вот в предыдущем матче мы отметили, что Кварацхелия забил, но в целом провел, наверное, не лучшую встречу. А вот сегодня он и забил мяч, и в остальном был очень-очень полезен. Создал несколько опаснейших ситуаций для своих партнеров. Он выводил на опасную позицию того же самого Осимина. Причем дважды африканец по-хорошему должен был забивать. Так что здесь у Кварацхелии, будь Осимин более надежен в завершении, был бы гол и две голевые передачи. Вообще гениальный бы матч вышел. Но все равно отмечаем активность Хвичи. То, как он легко уходил от противников. Защита Сусола просто мышей не ловила. И Кварацхелию тем более поймать не могла. И в результате здесь раз за разом свободные зоны, открытое пространство. Играя не хочу, Хвичи здесь просто разрывал оборону соперника. Ну и в сухом остатке он доиграл до середины второго тайма. Там его уже заменили. Понятное дело, что в этот момент, когда уже всем было ясно, что Сусола находится в нокдауне, зачем было держать на поле Кварацхелию? Игрока, ну который все-таки может пригодиться и в следующих встречах. И нужно экономить его силы. Поэтому Хвичу заменили, дали немножко отдохнуть. Команда довела матч до победы со счетом 2-0. Ну а Хвичи вполне себе заслуженно был признан лучшим игроком матча по версии Хускорт. Статистического сайта, который все технико-тактические действия подсчитывает. У него в этой встрече очень высокий балл. И при этом отличные цифры. Тут и четыре обводки, и три ключевые передачи, и несколько ударов. В общем, Хвичи определенно красавчик. И сейчас подходит к важнейшим матчам Лиги Чемпионов в очень хорошем состоянии. По прошлому матчу были вопросы, поэтому матчу вопросов никаких и быть не может. Хвичи чертовски хорош. Будем ждать от него бенефиса в Лиге Чемпионов. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайки, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, а также на наш Ютуб канал. Ну и разумеется, следите за обновлениями на нашем втором канале, который посвящен кино и сериалам. Ссылочка в описании. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видео. Ну и если вы хотите помочь нам в продвижении нашего канала, то пожалуйста оставьте еще и комментарий к этому ролику. Главное, чтобы комментарий был больше пяти или шести слов. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.